жидкость белила полить потом добирать цветнила если надо ультрамарин возьмешь и пускай течет ладно сначала белила весь холст белилами потом поливал ами ну потом судил ну чуть-чуть зелененький да плотнее их укладывать то он слишком у тебя прозрачный побольше поплотнее и вот этот характер разглядеть и выразить там этих двое показать что их двое есть там такое да их двое потом сверху на это разбил желтого центр одной здесь центр другой здесь показать оба центра хорошо все тоже только плотнее желтый не такой выпеченный ты уж чересчур желтый выпечела то есть основа такая розовый темный розовый светлый а потом к этим розовым светлым чуть желтоты и все и нормалек и нормалек хорошо да а потом к светлому розовым чуть-чуть желтым желтым но этот можно не делать это же у меня вот этот ой какой симпатичный он он же у меня вообще как а мне он так нравится чуть-чуть к нему этих полосочек и он такой тёпонько тёпо тёпочка вот такой вот больнюсенький и самый любименький вот вот и вот и вот и вот эти звучки дополнить дополнить не все подряд часть пооставлять пооставлять вот эти какие-то красивые потеки где-то пооставлять красиво суховатенько чуть-чуть но красиво пусть пока живут так значит возьмешь зеленый возьмешь нарядный зеленый чуть-чуть нашвыряешь вот этих звучков вот таких то есть их лист лист и листички вот этих вот они вот так пальчиком пальчиком накрутишь навертишь накрутишь навертишь вот а часть часть темненьких то есть вот этих боя коричневый и и тоже чуть-чуть где-то в пользу кай коричневый очки вот они эти звучки вот такие прямо на швыряешь на швыряешь этого лиственного то есть он будет пересекать чуть-чуть пересекать идею потёка потом подтираешь под цветок берешь сначала в пользу оранжевого наш выливаешь идею множество вот этих хризантемных укладок не не сильно густо да чтобы потом упак упаковать это все когда будет много много будешь брать кисть и уже окончательно на до наполнишь то есть сначала смугло ты видишь дать было а теперь даже вплоть до разбелов желтого желтый был чистый а теперь желтый с белилами вот и но сначала пальцем похожим образом и все остальные подтерла пятно взяла розовый накидала будущий цветок накидала накидала потом берешь разбилы розового где-то и с желтиной и укладываешь вот такие хорошенькие чуть-чуть собрать это может быть где-то насадить белизны как там и есть чтобы не все таяло не все было контрастом а точно есть такое ага мне почему-то вот это вот кусок очень здесь нравится белый в которой растворяются эти цветочки я вам всё pissed как так чтобы не отдохнуть Смотри, белый сейчас ложится неким лейтмотивом То есть конфигурация выбрана Вот эта И в поддержку несколько миганий Как ты уже начала И за компанией И еще чуть-чуть Вот, и теперь И мелочь Всякую, которая там встречается И проволочки Проволочки какие-то Лепесточки какие-то КОМ-НЕЦ Проволочки ГОТОР ГОТОР Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вот буквально вот такой я слепливал. Причем явно делал это на огромной скорости. То есть времени на это у него не уходило вообще. Вот таких пушистиков. Вот так вот. Краски желательно, конечно, к следующему приходу, чтобы я там обнаружил краски на палитре, хорошо? Особенно желтую. Розовую. Не обязательно чуть что белым пользоваться в светлых, можно и не белым. Не все делаем выразительным, что-то делаем невыразительным. Не все делаем выразительным. Не все делаем. Мутата, прорисованность, а где-то выразительная прорисованность. Светлых разбилов, причем даже можно вот так, берем желтоту, белизну, а теперь здесь бороздим, бороздим, и у нас появляется очень светлый, так нам все время не хватает светлости, потому что краска топнет в подкладку, да? А теперь мы в этот влезли, и у нас вон аж с какой выразительной силой. Эту же выразительную силу можно фрагментально еще где-то здесь, здесь, где-то сюда. И тоже доснабдить вот этими же разбилами полосату. И одно другому способствует. Так же и смуглости, чуть-чуть, если что, поподложить смуглости. Ну, вот такие игры. Ну, собственно, мы уже в двух шагах. Что-нибудь еще поделать? А, темности, вот эти самые темные. Прям возьмешь... Ну, вот он какой-то не выпуклый, он вот впуклый. Ну, сейчас ковыряй, ковыряй. Ну, вот мы уже создали свет, тень, генетно. Ну, я не могу сказать, как вот впуклый, выпуклый нам рад сделать. Ну, смотри, вот теневая, вот теневая, а вот световая, вот снова теневая, а на макушках световая. Вот эти игры. Дальше световая, световых. Здесь теневые. Вот так. И вот такие еще звуки. Вот такой силы. То есть глубокости тональные. То есть понятно, что они сразу создают, ты видишь, создают тенистый этот. Да хоть аж так. Ну, очень много красивого, я не знаю. Что здесь еще воротить, когда она уже такая красивая? Давай ее на свет божий вынесем. А то, что мы видим ее только здесь. Сейчас притерем. Очень хорошая тема хризантемы, рекомендую. Все вокруг приблизительное, чуть-чуть червячков и готов бир-бир-бир. Подписывайтесь на мой канал. at公 tomatoes.